Ну что, мои дорогие, я вас с праздником поздравила с утра, а сама вот всё сижу, ковыряюсь. Главное, вот надо было, ногти длинные выросли, я их обрезала, а теперь надо вот сидеть. Не цепляются никак. Вчера, видите, с мальчиком играла, зубами мне задела. Зубы-то ой-ой-ой какие, конечно, у парня. Вот, что хотела сказать, девочки. Написала мне, девушка одна. Что? Не делайте вы шарфы, они уже не в моде. Вот, там, видела, где-то продавали шарфы восьмёрки, разлетелись, как горячие пирожки. Ну вот, что сказать. Шарф-колье – это тоже шарф-восьмёрка. Эти шарфы, разные разновидности, уже много лет в моде, а уж шарфы-колье стали классикой. Ну, единственное, что хочется сказать. Шарфы-колье носят женщины, у которых есть свой стиль. А не абы кто. А ваши горячие пирожки к осени выйдут из моды. И появятся другие восьмёрки. А я очень уважаю людей, у которых есть свой стиль. У меня вот стиль другой, мне очень нравится. Я всё время делаю себе шарфы эти, а потом кому-нибудь подарю. Вот, потому что у меня, ну, другой у меня стиль. У меня стиль стрит-стайл, скажем так. Я в куртках хожу. Ну, вот если перееду в большой город, буду опять носить шубы, пальто. Буду обязательно носить такие шарфы. А вот эта погоня за модой сиюминутной. Не зря ещё великая Коко Шанель сказала. Мода – это то, что выходит из моды. Вот какая была женщина, вот у неё был свой стиль. А так, и вообще, я считаю, что это давать такие советы – это верх без культурья. Вот представляете, вы идёте, а какой-нибудь художник стоит на улице, да, на пленаре, так сказать, рисует картину свою. Вы подходите и говорите, «Не, вот это не так, это не эдак». Но он вас пошлёт куда подальше и будет прав. Это я делаю, я так вижу. Я делаю то, что нравится мне. А ваше дело, мои злотые. Ну, это я не ко всем обращаюсь, а к тем, кто советы такие даёт. Смотреть и либо соглашаться, либо нет. Не нравится вам посмотреть мои колье. Идите к другим. Смотрите и покупайте то, что вам нравится. Должны же вообще понимать люди, что так не делается. Но не понимают. Я к критике, кстати, отношусь очень спокойно, нормально. Я понимаю, что люди все разные. Критика – вещь полезная. Но это не критика. Даже не знаю, как назвать. Вот так вот. Ну что, потихонечку. Донушка видно. Сейчас разберу. Разберу по пакетикам, сложу. Мне давно хочется, знаете, сделать такой жгут. Вот из таких вот, из маленьких. Маленькие, побольше. Очень красиво будет. Но. Это надо 400 пин. 400 бусинок надеть на 400 пинок. Да. Это, во-первых, такая работа. Во-вторых, столько пинок надо. Но все равно разбираю. Бог даст, когда-нибудь и сделаю. А так пойдут вот эти маленькие, пойдут как разделительные бусинки куда-то. Куда-то. Я же не всегда делаю на таких пинах, да? А делаю же и на тросики на ювелирном. Так что там тоже нужны вот такие вот мелочи вот такая. Так что вот так вот, мои хорошие. Поделилась с вами своим мнением. Ну, а уж как воспринимать мое мнение? Это вы сами смотрите. Собака у меня спит. Ну, даже не столько спит, сколько просто Саша спит, и он с ней валяется. Видимо, не так приперла в туалет пока. Проснется, пойдем погуляем. А Саша, небось, часов до трех не спала. Так теперь сегодня выходной. Так теперь будет спать до обеда. Ну, пусть спит. Она так поздно приезжает с работы. Вчера полдвенадцатого приехала. Ну, так и приезжает в основном. Ну, ладно. Ну, ладно. Осталось мне чуть-чуть от одной рукой мне неудобно. Сейчас я все это разбираю. Ну, так прилично получается. Ну, что, мои дорогие. Вот у меня, да, слова-паразиты. Вот это ну что лезет постоянно. так. Я начала делать красный сатуар. Но, в отличие от обычных моих сатуаров, этот будет более классический, что ли. То есть, тут не будет никакой асимметрии. Стол весь у Сашки ободранный. Это самое. Никакой асимметрии не будет. Будет все все правильно. Вот. И обычно я люблю там разной формы бусины. Бусины разные. Разных камней. Нет, здесь будет все. Если вот такие бусины, то они будут все такие. Если такие, то будут все такие. то есть, такой правильный красный сатуар. Вот. Единственное, что в нем будет неправильно, это вот такой ключ. Довольно приличного размера такой. Так что должно получиться красиво. Ну, ладно, сделаем, а там будет видно. Я показываю. украшения, которые я сделала. Вот это сегодня сделала с утра. Вот такая вот красота. А можно просто длинные носить. Сейчас попробую. Вот такой он длинный. Метр тридцать. Ну, Саша просто стиль другой, конечно. Спортивная кофта с сатуаром. Ничего. Ну, вот так вот он смотрится. Так, это вот камни и стекло и бронзовая фурнитура. Камни это на, я так думаю, что это гавлит, наверное, тонированный. вот. Вот. Вот такой. Сейчас еще один покажу. Линяешь, девушка. Вот и что творится. Весна. Ну, вот, смотрите. А здесь много всяких камней, много всяких. И агаты, и снежный обсидиан, вот это вот агаты, и лава, и стекло тоже есть. В общем, вот. И вот такая вот кисточка получилась. У нас тут пеленки щенка. В общем, все как надо. Все как надо. вот вот такой сатуар еще. Он метр двадцать, ну, и кисточка еще тоже, наверное, сколько сантиметров? Восемь, наверное. Такой строгий. Мои дорогие, ну, простите, не получилось трансляция. Не знаю, то ли с микрофоном что-то, то ли что-то такое. В общем, люди ничего не поняли. Вот. Так что, мои хорошие, давайте послезавтра мы попробуем. Саша будет дома, и она мне тогда сделает. Ну, что вот такое, ну, полное безобразие. А я так готовилась, готовилась, думаю, сейчас поболтаем с девчонками. Поболтали. Ладно, мои дорогие, тогда давайте пока. Ну, че? маленькое видео сейчас я тогда выложу, чтобы вы были в курсе. Хорошо, мои дорогие? Давайте. Пока-пока. Всех с праздником. Всех люблю. Всем здоровья. Всем всего самого хорошего. Все, обнимаю вас, целую. Пока-пока. Пока-пока.